Дети самое дорогое у каждого родителя, потому вопрос безопасности всегда в приоритете, вне зависимости, дом он или в школе. Но особая ответственность лежит на тех, кто осуществляет ту самую перевозку маленьких пассажиров. Сегодня на территории Брестского района расположено много школ, подвоз учащихся, в которые производится с помощью специально предназначенного транспорта желтого школьного автобуса. Даже за одним учеником в отдаленную деревню приедет транспорт, отвезет на уроки, а потом домой. Его проверка, а также компетентность водителей попали в зону особого внимания сотрудников госавтоинспекции, ведь, как известно, дорога ошибок не прощает. Обеспечению перевозки детей в школьных автобусах уделяется пристальное внимание, ведь дорога в школу для детей должна быть не только комфортной, но и безопасной. В рамках профилактических мероприятий «Ребенок-главный пассажир» сотрудники госавтоинспекции провели очередную контрольную проверку технического состояния школьных автобусов. В рамках проводимого мероприятия сотрудники госавтоинспекции провели осмотр технического состояния школьных автобусов, проверили работу внешних световых приборов, средств активной и пассивной безопасности, также проверили укомплектованность аптечек и проконтролировали наличие огнетушителей. Такую проверку школьный транспорт проходит чаще других, два раза в год. Особое внимание специалисты обращают на техническое состояние автобусов и их соответствие предъявляемым требованиям, а также на выполнение установленных обязанностей водителями. Ведь ответственность за жизнь маленьких пассажиров лежит в первую очередь на водителе. А потому, перед тем, как выехать в рейс, он ежедневно проходит медицинский осмотр. У нас завхоз проверяет состояние водителя, состояние автобуса и выезжаем в 7 часов на выезд. Тоже обслуживать, осмотреть за автобусами, тех смотрим, подходить. Ну и внимательно за дорогой смотреть. Внимательно. Обращаем внимание, в первую очередь, на соответствие этих транспортных средств, школьных автобусов, чтобы они соответствовали техническому регламенту Таможенного союза, также требованиям водителя, которые должны, которые регламентированы 972-м постановлением Совета Министров, это правило перевозки пассажиров. Требования к стажу предъявляются также, ну и документы, в том числе документальный контроль. Среди тех, кто добросовестно относится к своим обязанностям, Петр Ящик. Водитель школьного автобуса с 5-летним стажем. В день он перевозит более 200 детей. Рабочий день у Петра Павловича начинается рано, в 6 утра. Нужно пройти медицинское обследование, проверить технику, и только потом автобус выходит на маршрут. Петр Ящик на своем желтеньком автобусе обслуживает среднюю чернинскую школу. Считает, что специфика работы водителя школьного автобуса предполагает многие нюансы. Профессионализм, ответственность, аккуратность и, конечно же, любовь к детям. В первую очередь надо быть внимательным и с хорошим настроением. Самое главное. Остальное, ну все, как есть. Я ответственный человек, я уже возрастный человек, потому особенно дети для меня это важно. С детьми работать это приятно, нормально. Я люблю детей, у меня много внуков, поэтому для меня дети это радость. У меня вот, видите, игрушки, то-то как-то вот так вот. Проверка школьных автобусов прошла легко и непринужденно, ведь каждый водитель подходит ответственно к своей работе и перевозке юных пассажиров, а значит, скрывать нечего. Проверки по перевозке пассажиров будут продолжены.